Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня у меня просто потрясающее настроение, потому что мы будем кушать два моих любимых блюда. Это роллы и грузинские хенгали. У нас будет челлендж. Я в прошлый раз делала сравнение пиццы и роллов. В тот раз, как вы думаете, кто выиграл, я съела все роллы. В этот раз грузинские хенгали и роллы. Роллы, кстати, я ссылочку вам оставлю. Там по промокоду вы можете заказать себе роллы по большой скидке. Промокод Айка Эмили. В общем, как-то так. Как вы видите, я сразу взяла палочки, а значит мы будем пробовать роллы. Берем вот так вот. Обожаю всякие шапочками. Макаем. Соус просто в кадр не уместился. Заказывала япошка Ас. Вкусно-то еще. Как же вкусно. Просто обалденно. А еще мне нравятся вот эти вот. С такой вот майонезной шапочкой. Макаем. Вчера со мной что стряслось. Сейчас вам расскажу. У меня были эксклюзивные кадры. К эвакуации. Азербайджанских граждан из Италии. Я, конечно же, хотела это все выложить. Я не знаю, почему так происходит. Я выложила видео. Мне сразу его заблокировали. Буквально через 10 минут. Потом я выкладываю опять. И уже меняю название. И тут уже через минуту мне его блокируют. Потом я выкладываю в третий раз. Меняю обложку. Меняю длину видео. Меняю название. Но, к сожалению, это все не помогает мне сохранить видео на канале. Я смотрю такие же видео на канале других блогеров. Почему-то у них все стоит. Все офигенно. Просто такое интересное видео было. Прямо реально жалко. Я когда первый раз это видео выложила, за одну минуту это видео набрало 500 просмотров. Потом прошло где-то минут 5. Я не знаю, было 3000 просмотров. Второй раз, когда я выкладываю это же видео, уже было меньше просмотров. А третий раз совсем мало. И опять заблокировали. Очень обидно. Также у нас грузинские хингали. Макаем в соус. Вам, правда, не видно соус? Но ничего. Что же вкуснее? Честно, очень сложный выбор. А еще вчера. Вечером я всегда люблю, когда крашусь или снимаю макияж. У меня обязательно на фоне какой-то ютубер должен болтать. Каких-то бьюти-блогеров, если честно, я прям не могу сидеть и смотреть. У меня они просто, знаете, на фоне. Если я у вас сейчас на фоне, то пишите в комментариях. Так вот. Там Елена 861 или Елена 864. В общем, не помню, как точно. Вы поняли, кто это? Она очень известный блогер. Она говорила о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в Европе, в Норвегии, где она живет. Я, честно, немножечко в шоке. Вообще в шоке. Как такие отношения можно выстраивать? Я не понимаю женщин, которые кричат, я независима, не надо мне дарить подарки, не надо ничего для меня делать. Я... И сама со всем справлюсь. Я и без тебя могу. Не знаю, для меня гораздо приятнее ощущать себя слабой девушкой. И для меня это реально очень круто. У моего парня недавно был день рождения, я ему купила подарок. И он с таким неудобством принимает этот подарок. Я говорю, у тебя день рождения, так и должно быть. К чему это все, да? Он говорит, ты знаешь, я не хочу, чтобы ты тратилась. Лучше купи себе что-нибудь. Вот я считаю, что мужчина должен быть таким. у нас была подруга, у нее был парень. Этот парень был прям Альфонс Альфонсом. Постоянно у нее просил деньги и все такое. Мы девчонки ей говорили, ты дура, вот очнись, ты не видишь, что он просто, не знаю, тебя использует. И она однажды купила кольцо серебряное и нам всем сказала, что это подарил он. И мы такие, ну да, хоть что-то, хоть что-то подарил в кои-то веки. А потом прошло время, выяснилось, что это кольцо она купила сама, просто чтобы показать его в хорошем свете. Представляете? вообще у нас в Баку менталитет очень сильно отличается от людей в Европе. Да, есть какие-то минусы и все такое, я согласна все это, но вот это вот уважение к женщинам здесь мне очень нравится это. Очень. Мы, например, с одногруппниками ходили в какой-то ресторан, в кафе, и не потому, что мы их девушки, а просто потому, что мы дамы. И мне кажется, так и должно быть. Многие мужчины в последнее время забывают про это, про то, что мы дамы прежде всего. Я в коем случае не поддерживаю дам, которые, например, просто общаются с мужчинами ради денег, но я не понимаю тех девушек, да? Ну, когда мужчина у тебя берет деньги, то есть в ресторане каждый платит за себя, и в Европе это нормально, и все женщины считают, вот я независимая такая, я, честно, вообще это не понимаю. Никогда не смогу так жить. Вот нам кажется, что у арабов несколько жен, и это как-то дико, правильно? Для них это нормально. везде в каждой стране есть свои минусы, я согласна с этим, конечно же. но вот эти плюсы в Азербайджане мне казались просто, знаете, так и должно быть. Но когда я смотрю подобные видео, я понимаю, как же у нас все круто, как же классно. То есть парень, если видеться с девушкой, он обязательно отводит ее домой. Если у него нет машины, он ее провожает до дома просто пешком. И это круто. Если его девушка выходит поздно с занятия или, например, со встречи с подругами, то даже если у него нет автомобиля, он просто приходит и провожает ее до дома. Просто вместе идут в метро и провожает ее до дома. Он не позволяет, чтобы она одна возвращалась так поздно. И это так круто. Погода просто бомба. А мой чувак в карантине. Еще 15 дней, но он чувствует себя хорошо, так что не волнуйтесь. Я видела на инстаграме, вы меня спрашиваете. Мне реально безумно приятно, что вы беспокоитесь за него. Как у меня брат такой говорит? Я категорически против того, чтобы как только он приехал, вы с ним виделись. А мало ли что. А мало ли что. Теперь он под карантином и мой брат счастлив. Или, например, такой момент. Я не знаю, почему мне прям заела эта тема. Мне хочется прям выговориться. Или, например, когда мужчина у нас в автобусе или в метро. Например, парень моего же возраста, он, например, сидит, а я зашла в метро, я стою. Он обязательно уступает мне место. И это очень круто. Редко может быть такое, что парень не уступит девушке место. как же вкусно. Как же вкусно. Ой, господи. Мне кажется, в этой борьбе выиграют грузинские хингали. люблю и то, и другое. Но грузинские хингали это что-то с чем-то. Вчера, ребята, разговаривал по видеосвязи со своим другом детства. И он мне сказал, что я поправилась. И тут у меня сразу паника. Я решила худеть. Я вам до этого тоже говорила, что я уже худею. Я после шести просто не кушаю. Я вот таким вот образом уже похудела. Как вы думаете, насколько на 2 килограмма? Я еще хочу спросить 2 килограмма, чтобы вес был идеальный. Вот хорошо, что я очень быстро худею. Я не знаю, вы замечаете или нет, но я похудела на 2 килограмма за последние где-то, наверное, неделю где-то. Вот. Еще хочу спросить, 2 килограмма. Совсем когда худая, мне не подходит, если честно. У меня ни груди не остается, ни попа, я просто как доска, когда сильно худею. Даже я помню, мой двоюродный брат постоянно издевался надо мной. Была сестра, стал брат. Как ты, брат? Мм-м. Мм-м. остренькие немножко в общем сильно худеть мне нельзя это я знаю максимум сколько я могу еще похудеть где-то килограмма 3 знаете я белой завистью завидую девчонкам которые худеют у них и грудь и попа остается вот когда я худею почему так происходит я реально не знает не знает такой бульончик внутри я заметила что видео про коронавирус не только у меня заблокировали есть такая блогер селена своей вот не кстати много подписчиков хотя просмотров не так уж много она тоже сняла видео про коронавирус это же самая тема что и у меня жали и заблокировали хотя бы письмо бы написали что такие видео будут блокироваться в общем на этом все спасибо что покушали вместе со мной а с вами была и к имели всем пока а